приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про события которые у нас уже начались будут ближе концу месяца и кое-что что нас ждет ближе концу года но в начале покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео которые эти люди писали комментарии и оставляли никнеймы в конце комментария случайным образом выбрал этих победителей они получают по 500 золота под этим видео тоже можете оставлять комментарии ну а я начинаю рассказывать интересные новости про мир танков и так стартовал trade-in 16 июня по 22 июня 3 часа мск то есть уже стартовал trade-in и он снова обновился теперь можно танки сдать не только с 50 процентной доплатой и не только один к одному но и появился новый вариант теперь ряд машин можно обменять за 70 процентов их стоимости также добавили еще для сдачи и приобретения танки 5 уровня соответственно многие танки 5 уровня можно сдать и получить в этом trade-in и также некоторые танки 8 уровня теперь тоже можно получить в trade-in и такие как к в 4 кттс м4 вай фв 1066 сэндлок стрв 81 и миль 19 51 я бы не сказал что какой-то из этих танков прям сверх имба поэтому не думаю что они будут прям сильно пользоваться спросом и так из новых танков которые можно сдать за 70 процентов стоимости здесь танков очень много понятное дело в первую очередь наверное хочется сдать какие-нибудь пятерки их тут всего лишь 2 к в 222 и черчилль 3 черчилль 3 это легендарный танк на котором можно на аккаунте легко сделать рекорд по опыту а вот к в 222 не так уж сложно пробивается в маску и на нем не так уж легко играть хотя и черчилль бронированным не назовешь также на шестом уровне можно сдать кромвель б это два эти танки тоже супер приятными сложно назвать и на седьмом уровне пантера м10 и от 15 а пантера м10 мне более-менее танчик нравится но не сказал бы что на нем прям супер легко играть поскольку он от играется от дпм а альфа небольшая и там нужно прям потеть а вот от 15 а я попробовал на ней пару боев скатать мне чё танчик не зашел не сказал бы что враги прям с трудом меня пробивали и я постоянно никуда не успевал танку очень медленно альфа 150 это конечно очень весело мне танк вообще не понравился также еще кучу восьмерок можно сдать су-130 pm компанзер 07 лев два скорпиона rain metal scorpion и rain metal scorpion и супер першинг тс-5 альт-прот а мх-30 byzone tc-45 и вайпер я бы не сказал бы что какой-то из этих танков плохой поэтому сложно даже сказать какой из этих танков стоит сдавать поэтому я честно скажу что трейдин за 70 процентов стоимости выгодным назвать сложно здесь можно сдать танки которые просто вам не нравятся или допустим низкоуровневый я бы сдал все низкоуровневые танки кроме panther m10 на мой взгляд она неплохая а вот все остальные уже не такие уж интересные лично для меня но на них тоже можно играть и по-любому кому-то они до нравятся поэтому я тут прям не вижу какой-то танка который прям видно что он просится на то чтобы его нужно было прям сдавать но единственно что-то т-15 а мне прям вообще не зашло может какой-нибудь ток 2 тоже туда же ну и к в 222 теперь посмотрим танки которые можно сдать за полную стоимость panzer-kampfwagen 5-4 type 64 е-25 объект 703 вариант 2 а мбт ренегат lc в 90 пайн-hard ebr 75 fl 10 bachetelion burask somo sm bz 176 skoda t56 прожета m35 mod 46 здесь опять же плохих танков я не вижу но как показывает практика снова на первом месте по танкам которые будут сдавать скорее всего будет елсе и вон 90 его всегда больше всего задают интересно когда он у людей уже кончится сколько они будут сдавать у них там не ограниченный запас этих елок остальные танки я тут даже не знаю какой танк можно сдавать они все супер сильные имбовые единственное что я знаю что будут еще много сдавать бурасков и somo sm поскольку люди с трудом могут их реализовать они сложные хотя somo sm один из самых фармящих прям танков но это барабан со слабой броней и его реализовать тяжело остальные танки есть сложные такие как мбт есть не про фарм такие как skoda t56 или bz 176 но есть тут и про фарм такие как ренегат но он сложный тоже их люди будут сдавать потому что не могут его реализовать но есть супер простые танки на которых легко нагибать такие как объект 703 вариант 2 здесь танки на любой вкус но все эти танки хорошие явно какой-то плохой танк здесь выбрать невозможно чтобы сказать что есть какой-то танк лучший из тех которые вы будете выбирать скорее всего это просто вкусовщина вам какой-то из этих танков не нравится другой понравится чуть больше либо вам сложно реализовать какой-то имбовый не фармящий танк такой как бураск честно говоря выбрать танк на обмену так чтобы вам было выгодно очень сложно и тут нужно каждому человеку самому разобраться что он хочет от прям танка и так появились еще боевые задачи от игрока квн нужно зайти на сайт авторизоваться по своим аккаунтом и активировать задачи там можно получить декальки можно получить также еще и стиль еще стартует левша киберспортивный турнир чака на сайте можете зайти тоже посмотреть новость появилась этот турнир будет проходить и стримиться стримерами на вк play life это эксклюзив для этой площадке поскольку она является спонсором насколько я понимаю но я немного левшу посмотрел он сказал что чуть ли не на следующий день можно уже записи выкладывать этих турниров и те кто на youtube чеки будут смотреть через день смогут посмотреть наверное записи если люди будут их выкладывать даты проведения групповой этап с 20 июня по 24 июня playoff с 25 июня по 2 июля гранд-финал 2 июля в общем там большой призовой фонд топовые там блогеры стримеры киберспортсмены хорошие лучшие игроки там во взводе соревнуются друг с другом кому интересно можете зайти ознакомиться посмотреть это вроде бы уже седьмой сезон я ни разу это не смотрел я сразу скажу что скорее все смотрите это не буду поскольку у меня попросту на это нет времени также еще 21 июня у нас стартует стальной охотник его там немножко переделали я в прошлых видео рассказывал как ну и также в этом стальном охотники будет турнир легендарный охотник идет активная подготовка к летнему киберспортивному турниру призовой фонд составляет уже больше 7 миллионов состязание пройдет в режиме стальной охотник в августе лицом к лицу встретятся игроки и блогеры я в стального охотника скорее всего в этот раз поиграю прошлый раз я пропустил но в этот раз так уж и быть поиграю заодно посмотрю что там на меня ли чего там получилось я так понимаю чтобы участвовать в этом турнире и легендарный охотник нужно купить снова стиль стиль называется лунная роза стоит он 390 рублей или 13 половиной белорусских рублей все это идет целиком в призовой фонд он уже тут почти 8 миллионов и благодаря этому стилю когда вы его покупаете вы участвуете в различных там мероприятиях этого турнира также в конце июня запускаются фановые бои в аркаде мне честно говоря вообще на них пофигу едем дальше в общем поговорили про новости которые будут в ближайшее время теперь поговорим про то что нас ждет ближе концу года а именно в конце осени разработчики world of tanks у себя на сайте вы выпускали новость недавно о том что закончилось тестирование случайных событий на карте эти случайные события на карте будут дорабатываться и в конце осени в доработанном виде скорее всего появится уже в игре у них в игре world of tanks наши разработчики в мире танков разработчики и лесты тоже говорили что заинтересованы в этих случайных событиях на картах я так понимаю и у нас тоже ближе к концу года какая-то движуха в эту сторону начнется поскольку вот уже вышла новость супер теста правки на карте с часть 2 где там была первая часть я не знаю я видимо пропустил сразу окунаемся во вторую часть здесь видно как карту расширили сделали к бойницы внутри города также добавили каких-то там укрытий за городом расширили зелень а стала намного больше обширнее также еще в центре на ж.д. два поезда с 3 по 4 минуты боя начинают разъезжаться из-за чего открывают проезды в центре и бой уже меняется скажу так что на энске 4 минуты это уже ближе к концу боя поскольку карта супер быстрая но это на нынешней карте которая маленькая там бои супер быстрая это же карта расширенная побольше какая скорость боя будет здесь непонятно но это еще супер тест все только доделывается смотрится проверяется ну и поскольку мы видим здесь уже какие-то поезда которые уезжают переезжают меняется геометрия карты открываются закрываются проезды это уже можно назвать динамическими событиями на карте то есть у нас на ru регионе тоже уже какая-то движуха идет поэтому я думаю что рано или поздно это тоже у нас появится надеюсь единственно что это будет оптимизировано и компьютеры не будут напрягаться хотелось бы видеть оптимизацию ну и конечно же чтобы это еще было играбельно интересно и вдохнуло какие-то новые фишки в бои также еще микро патчем пофиксили навык интуиция также насколько теперь понимаю можно улучшать старые 3d стиле из прошлых боевых пропусков за золото но там вроде как очень дорого получается я что-то не могу найти эту новость но где то она у меня мелькала то что вспомнил то и рассказал где-то я эту новость потерял но точно ночью тогда где-то было также мое видео группе вконтакте набрала больше ста тысяч просмотров про карту устричный залив поскольку это видео взяли в contributor time время от времени берут видосики блогеров и публикуют у себя в социальных сетях разработчики игры мой видос в очередной раз взяли и он аж больше 100000 просмотров набрал это прямо обалдеть прошлый раз насколько я помню смотрел там тысяч пятьдесят набрал просмотров мой видос я уже был рад дальше некуда в этот раз 100000 вот бы еще эти 100000 давали бы каких-то реальных зрителей мне но хотя бы меня посмотрели 100000 человек может быть что-то умное люди теперь будут играть на карте устричный залив но я рассказал в основном основы чего-то сверх заумного там не рассказывал да и я думаю что целевой аудитории достаточно и этого поскольку если рассказывать какие-то супер мелочи видос бы растянулся на несколько часов уже полным ходом начинают показывать новую ветку а это британские средние танки колесные и вот показали уже десятку концепт 5 у этих танков не будет механики переключения там скоростной не скоростной режим они всегда будут ехать одинаково кнопку x клацать не надо будет если быстро пробежаться по характеристикам концепт 5 колесная британская стэшка десятого уровня то мы получаем пробитие 260 специальным снарядом 318 фугасом 55 альфа 430 альфа такая вот необычная не рыба не мясо но довольно таки приличная не 320 как у некоторых скорость полета хорошая 1200 а вот дпм подкачал перезарядка 11 7 хотя главное комфорт и стабильность выдачи урона а тут у нас точность 031 сведение 18 увн и минус 8 максималка вперед 65 назад 32 удельная мощность 25 и 2 танк картонный корпус 70 лоб башни 150 про борта и корму вообще нет смысла говорить они фугасами будут пробиваться обзор 400 выглядит танк не так уж и плохо в целом смотрится нормально на мой взгляд также у танков еще днище очень сильно опускается и так часто бесить они не будут как колесники когда вы в них стреляете и просто колесики им спускаете поскольку здесь за колесами у нас находится корпус то скорее всего мы будем попадать если не будем стрелять слишком низко поэтому можете расслабить булки скорее всего будет не так противно как с колесниками но нужно посмотреть ну и понятное дело что если вы собираетесь их качать и у вас уже все в основном прокачано то чертежи стоит брать британские либо же следующая ветка вроде как будут японские тяжи но это будет не скоро в принципе вот все новости которые я хотел вам рассказать получилось много надеюсь вам понравилось сам был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока спасибо за субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...